У меня сегодня лекция номер 17, а вопрос 21. Как видите, мы по числу вопросов быстрее идем, чем лекции, потому что некоторые вопросы очень короткие. Но вот этот вопрос, он довольно длинный. Он называется «Вторая вариационная задача». На предыдущей лекции я вам читал первую вариационную задачу. Ну, вторая вариационная задача – это задача на собственные значения, собственные функции. Мы изучали в предыдущих лекциях колебания упругой круглой мембраны и встретились с задачей определения собственных значений, собственных функций уравнения Гельмгольца. Дельта У плюс лямбда У равно нулю. Вот это уравнение Гельмгольца. Так, и где же этот самый? Чего-то я не вижу, где. А вот он. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот это уравнение называется уравнение Гельмгольца. Или уравнение на собственные значения, собственные функции оператора Лапласа. Дельта У плюс лямбда У равно нулю в области Ж, Х, У в области Ж. Мы на плоскости рассматриваем. Лямбда – это вещественное, постоянное. Уравнение 1. И задача – нахождение тех значений лямбда, для которых уравнение 10 имеет нетривиальное решение. То есть решение, не тождественно равное нулю. Уравнение 1 имеет нетривиальное решение, которое еще удовлетворяет однородному граничному условию. У от Х, У – 0, когда Х, У принадлежит к граничной кривой С. С – это кривая, которая ограничивает на плоскости нашу область Ж. Итак, мы рассматриваем задачу 1, 2. Задачу на собственные значения для оператора Лапласа 1. И краевое условие 2. И вот мы построим вариационный способ. Будет дан способ построения собственных значений, собственных функций оператора Лапласа. Задача 1, 2. Ну, чтобы сформулировать теорему, я должен еще ввести некоторые дополнительные определения. Введем такой функционал – Ж от У. Это есть отношение интеграла Дерихле, Д от У, к норме функции У. То есть, Ж от У, У – это собственная функция уравнения оператора Лапласа. Д от У – это интеграл Дерихле. Вот он тут написан. Интеграл по области Ж от колярного квадрата градиента. Когда градиент сам на себя перемножить и будет У по Х в квадрате плюс У по У в квадрате. ДХ, ДУ. И получится ДУ – это интеграл. Дерихле – 4. А сам функционал, он обозначен цифрой 3. А Н – это интеграл по области Ж. У квадрата от Х, У. ДХ, ДУ. Ну, ясно, что этот интеграл тоже неравен нулю, потому что мы предположили, что решения нетривиальные. То есть, они не тождественно нулевые в области Ж. А поэтому этот интеграл, конечно, положительный. Вот этот интеграл 5. И поэтому мы можем написать вот такое отношение. Д от У поделить на Х от У. Вести такой вот функционал. И первая вариационная задача, и вторая вариационная задача, задача на собственное значение, собственных функций, она… Да, теперь, прежде чем формулировать это, я должен вести понятие допустимых функций для данного функционала, как и в прошлый раз, помните? Но теперь функции будут по-другому немножко определяться. Класс допустимых функций для функционала 3. Мы будем минимизировать функционал 3 на классе допустимых функций. А что это такое? Будем предполагать, будем предполагать, что функция, вещественная функция У от Х, И отлично от нуля в области Ж. И для 3 это граничным условием 2. Я определяю класс допустимых функций. Это вещественные функции, отличные от нуля в области Ж, удовлетворяющие граничным условием 2, и являющиеся непрерывами в Ж чертой, то есть в замыкании области Ж, то есть Ж плюс граница С, и имеющие непрерывные первые производные внутри области Ж. Причем так, что для вот этих первых производных у нас существует интеграл Дерехле 4, то есть интеграл 4 является конечным, то есть сходящимся. Вот такое множество функций будет называться допустимыми функциями для функционала Ж от У, для функционала 3. Еще раз, давайте я повторю. Вот такой функционал Ж от У. Что такое допустимые функции для этого функционала? Это, значит, функции, вещественные функции, отличные от нуля, которые удовлетворяют граничному условию 2, вот этому нулевому граничному условию на кривой С, имеют непрерывные производные входящие в функционал уже входит, непроизводные УПХ, УПЙ, вот они должны быть непрерывные в области Ж, и интеграл Дерехле от них должен сходиться, вот этот интеграл 4 сходится. Тогда вот этот функционал имеет смысл на таких функциях, и мы ставим какую задачу? Задачу, вторую вариационную задачу. Так вот я долго тут формулировал, но это естественные такие условия, просто смотрите на функционал и говорите, что нужно, вот чтобы непрерывные первые производные, чтобы было граничное условие, и конечность интеграла Дерехле вот этого. Тогда, значит, все определено для этого функционала, и можно теперь формулировать вторую вариационную задачу для этого функционала 3. вот, ну как она формулируется? Под второй вариационной задачей мы будем понимать задачу о нахождении в классе допустимых функций минимального значения функционала 3. Минимального значения функционала 3. В классе допустимых функций мы ищем минимум функционала 3. построим еще минимизирующие, и построим еще минимизирующие функции. То есть такая функция, которая минимизирует функционал 3. Вот это и есть вторая вариационная задача. И она будет доказана, что вторая вариационная задача является эквивалентной задачей на нахождение собственных функций, собственных значений какого уравнения? Уравнение задачи 1, 2. Итак, задача о минимуме функционала 3 на классе допустимых функций будет доказана, что она эквивалентна задачи 1, 2. О нахождении нетривиальных решений уравнения 1, удовлетворяющих условия 2. А вторая вариационная задача это задача о нахождении минимума функционала 3 на классе допустимых функций. Вот такая постановка. Итак, по второй вариационной задаче мы поднимем задачу о нахождении в классе допустимых функций минимального значения функционала 3. и построим минимизирующую функцию. Мы теперь покажем, что при дополнительных условиях гладкости, когда решение вариационной задачи существует, то лямбда, вот это минимальное собственное значение, оно равно значению этого функционала g от u. Итак, минимальное значение g от u достигается на какой-то функции u, которое является решением вот этой задачи 1,3. А само лямбда, вот которое здесь вот фигурирует, задача 1,2, оно есть просто значение функционала вот этого функционала на минимальной функции. Да, мы, кстати, нормируем эту функцию, мы считаем, что h от u у нас равно 1. Это как бы задача на условный экстремум, потому что мы уже здесь вот, здесь пока еще не написали, но в дальнейшем мы требуем, что h от u равно 1. Это что такое h от u равно 1? Это интеграл по области g у квадрата от x y до x до y равно 1. Как это вы привыкли называть в функциональном анализе? l2 норма функции u единичная. l2 норма. А если бы сама норма, надо было бы квадратный корень извлекать. Правильно? Так. Будем предполагать, что допустимые функции я уже сказал. Мы теперь покажем, что при дополнительных условиях гладкости, при которых решение вариационной задачи существует, минимальное собственное значение доставляет минимум вот этого функционала 3 и является наименьшим собственным значением задачи 1.2. Если функция u является минимизирующей функцией. При этом u от x является собственной функцией отвечающей собственному значению. То есть она является решением задачи 1.2. В самом деле пусть функция u минимизирует функционал 3. Вот этот лямбда равно g от u и равно d от u поделить на h от u. Вот пусть. Пусть она минимизирует этот функционал. То есть найдется функция из класса допустимых, которая доставляет минимум вот этого функционала. Так. В классе допустимых функций, а класс допустимых функций мы возьмем таким. u от x y что такое у от x y допустимые мы уже говорили. А тут еще h вводится плюс ε h от x y где ε произвольная постоянная, а h произвольная допустимая функция, причем она на границе области нашей области g она принимает нулевое значение. Вот эта функция h, она на границе 0. производная допустимая функция. Теперь мы вычислим приращение нашего функционала нашего функционала 3. Я напоминаю функционал 3, вот он. d от u поделить на h от u. Вот пишем такое приращение. Так. Ну а теперь фактически дальше происходит следующее. Тут не полностью написано в учебнике Бицадзе это более подробно написано, чем в его монографии. Это мы находим производную функционала и приравним ее к нулю. И тогда мы должны приравнять к нулю то, что вот это содержит. Потому что это и так обратится в ноль. а это в зависимости от знака оно может быть как положительным отрицательным. Вот это должно занулиться. Мы получаем уравнение d от u вот такое уравнение d от u h на h от u минус h от u h маленькая d u равно нулю. Вот мы написали превращение функционала его расписали вот расписали ввели такое обозначение но оно у нас было уже правда когда h равно u это будет просто h от u h u это скалярное произведение u на h d u h это скалярное произведение интеграла скалярного произведения градиента u на градиент h d u и оценка будет возможна в том случае когда вот эта величина равна нулю. Мы получили вот такое уравнение 7 точистую. А теперь из того что лямбда у нас минимизирует вот этот функционал g от u мы получаем что d от u h минус лямбда h u h равно нулю. Ну просто если мы вместо лямбда смотрите подставим вот это вот значение 6 то ровно получится вот эта функция вот ровно эта функция получится а она у нас 0 поэтому получается 7 давайте это место переписывайте Ольга Роман меня слушают нет? Слушаем да слушаем мы вас слушаем А Роман тоже где-то там? Да Здрасте Здрасте Ну записывайте я не буду торопиться потому что прочитать вам опять негде да нет учебники есть там но там немножко другими словами это написано но можете из учебника я могу вам страницы продиктовать учебник Бицадзе и это лекция это страница 26 20 20 20 20 29 272 запишите на всякий случай страницы учебник абитцадзе откуда ну я из другой я из монографии вот этой брал которая в Сингапуре публикована а учебники может быть там даже чуть-чуть попроще так переписали я слишком быстро гоню материал да нет нет все нормально переписали так вот 7 вы уже переписали да вот мы теперь смотри вот такое уравнение получили но лямбда оно вот такое оно дается формулой 6 и поэтому если туда вставим вот в это уравнение формулу 6 то мы ровно получим вот это или наоборот если вместо лямбда поставим формулу 6 и расписываем то получим вот эту формулу то есть вот эти формулы как бы эквивалентны я надеюсь вы все это переписали да да так делимся дальше ну а теперь лица за все договорить что нужно дополнительные условия гладкости чтобы все это было дополнительные условия гладкости они диктуются применением формулы грина нужно чтобы была праведливая такая формула 8 какие условия гладкости чтобы функция у и ху были таковы что для них была бы справедлива формула 8 d от hу это вот что такое интеграл скалярного произведения градиента у на градиент h а он равен по формуле интегрирования по частям или формуле Гауша-Астроградск он равен вот этой части но функция у у нас на границе 0 h на границе 0 поэтому вот это пропадет вы помните что функция h у нас допустимая вот я там говорил может вы не успели это зафиксировать но я еще раз могу вот функция h она у нас допустимая то есть она удовлетворяет нулевым граничным условием и поэтому вот этот интеграл конечно будет равен нулю и останется что тогда d от у h интеграла скалярного произведения градиента у на градиент h он равен интеграл по области g h она была на дельта у ну это просто формула интегрирования по частям 8 но она требует дополнительной гладкости смотрите вот глядя на эту формулу мы видим что функция у должна быть какой дважды неправильно дифференцируемой правда иначе это все следит к чертой матери так ну еще ну функция h она тоже допустимая нулевые граничные условия принимает ну тогда да и у нас тоже допустимая функция так а это тождество 7 она вытекает из этой формулы интегрирования по частям вот она здесь написана h от x на u от x плюс h от y на u от y равно ну это в дивергентной форме я записал левую часть я записываю в дивергентной форме u по x на h по x плюс u по y h на по y минус вот тут минус h дельта у вот если это тождество проинтегрировать вот если вот это тождество проинтегрировать по области g то получится формула 8 понятно да ну нужны дополнительные гладкости вот по крайней мере гладкость для u заведомо из c2 нужно для интеграла дирихле вроде нам ничего особенно не надо потому что интеграл дирихле он какой-то более простой тут ходит u по x и u по y в квадратах да но нам же уравнение нужно заполучить из проблемы минимума второй вариационной задачи я хочу получить вот это уравнение задачу на собственной функции поэтому мне нужно дополнительная гладкость из c2 а граница у меня какая ну граница у меня кусочная гладкая замкнутая жардановая кривая вот и все или можно сказать лепановская гладкость потому что это одно и то же и так я предполагаю что при некоторых дополнительных условиях гладкости для функции справедливо вот эта формула интегрирования по частям мы это тождество приинтегрируем получим это тождество а это на границе ноль и мы получим тогда после этого применяем что справедливое уравнение h от дельта у плюс h прям до у на h равно нулю ну понятно это же что такое h это же интеграл от квадрата функции то есть брать интеграл вот это на это скалярно берется и тогда получается вот что следует уравнение для любой правной функции это берется правда отсюда следует что само уравнение дельта у плюс лямбда у равно нулю то есть уравнение один то есть нам нужна гладкость c2 а s класс лепанова ну и то есть мы доказали что вот что мы доказали давайте подведем некоторый итог моим вот этим речам я допустил что лямбда доставляет минимум вот этому функционалу 3 да только что пусть теперь мы рассмотрим функцию которая дает минимум в результате вот этих рассуждений которые я тут провел мы получили уравнение какое уравнение уравнение один уравнение на собственную функцию в области g дельта у плюс лямбда у равно 0 то есть у от x y является собственной функцией отвечающей собственному значению задачи 1 2 так пусть теперь лямбда со звездой является собственным значением отличных от от лямбда не дописано и у со звездой от x y соответствующей собственной функцией задачи 1 2 при которых справедлива формула 8 вот это формула интегрирования по частям на основании формулы 8 мы получим вот такую форму смотрите h дельта у со звездой плюс лямбда со звездой у со звездой у со звездой а теперь мы смотрите что будем двигать вы же помните что такое h вот тут я буду интегрировать по частям потому что дельта у на у я переброшу один градиент у на у со звездой один градиент шлоплосяна на вот это у мне получается минус д от у со звездой то есть это интеграл дирехле от у со звездой а лямбда со звездой у со звездой у со звездой h это просто лямбда так тут очепатка тут нету звездочки лямбда со звездой h от у со звездой равно нулю то есть отсюда находим лямбда со звездой лямбда со звездой это есть интеграл Дерехле от У со звездой поделить на Аж от У со звездой. А это больше равно, это же минимум было. Мы же сказали, что это минимум, да? С самого начала. А это какое-то было. Значит, оно будет больше равно. Это означает, что среди собственных значений задачи 1, 2 вот эта лямбда, которая была решением нашей второй вариационной задачи, помните, что мы с вами решали, задачу о минимуме вот этого интеграла. Мы предположили, что она есть. А это написали любое другое решение. С любым Аж со звездой. И получили такое неравенство. То есть лямбда со звездой больше равно лямбда. Понятно, да? Вот. Вот тут лямбда со звездой. Сейчас, одну минуту. Нет, тут все правильно. Нет, вот тут пропущенную лямбда со звездой. Это означает, что среди собственных значений задачи 1, 2 лямбда, вот то, которое доставляет минимум функционалу 3, является наименьшим собственным значением. и так мы в одну сторону доказали. Что мы доказали? Что если мы возьмем решение второй вариационной задачи, то получим задачу на собственные значения и собственные функции для задачи 1, 2. Причем лямбда будет наименьшим. Так, теперь надо в обратную сторону нам это все провести. Правильно? Если это я проведу в обратную сторону, то теорема будет доказана. То есть какая теорема? О том, что вторая вариационная задача эквивалентна задачи на собственные функции. Собственные значения оператора ламплаза. Обратное утверждение также справедливо. Действительно, если лямбда является наименьшим собственным значением спектральной задачи 1, 2. Я напоминаю, задача 1, 2 это вот она, задача 1, 2. уравнение Гермгольца равно 0 в области G и 0 ограниченное условие. На границе 0 у нас. Да. То соответствующая собственная функция в классе допустимых функций для функционала G от I вот этого 3 является решением второй вариационной задачи. Так, теперь я в обратную сторону доказываю. Вы поняли? В одну сторону я доказал, теперь в обратную. Пусть она является наименьшим собственным значением спектральной задачи 1, 2. Тогда она будет давать решение второй вариационной задачи. А в обратную сторону я уже доказал, что если решение второй вариационной задачи, то она повторяет уравнение 1, 2. Задача на собственные функции. Итак, в классе допустимых функций для функционала является решением второй вариационной задачи. Более того, лямбда это минимальное значение функционала 3. В самом деле, когда h, это пробная функция, равно u, то равенство 6, так, что такое равенство 6? Равенство 6 это лямбда равно d от u поделить на h от u. Это уравнение для собственного значения из вариационной задачи. Так. В самом деле, когда h равно u, то равенство 6 нужно получить из 7 и тождество 9. Так, что такое тождество 9? Надо напомнить. А, вот, вот это тождество, которое получалось из формулы интегрирования по частям в 8. Можно получить из 7 и тождество 9, которое переходит вот такое тождество. d от u h h от u минус h от u h d от u равно 0. Силу 6. А 6 это что у нас? 6 это лямбда равно d от u поделить на h от u. Ну, и которое гарантирует оценку. Функционал у нас берется от u плюс ε h минус g от u. Но мы знаем, что u это точка минимума, поэтому g от u от от плюс ε h, оно будет больше равно, чем g от u. Таким образом, в обратную сторону мы доказали. Так, с первой собственным значением, с первой собственной функцией мы все уже покончили. Но дело в том, что тут можно определить некоторый рекомендантный процесс, из которого мы найдем все остальные собственные значения и собственные функции. Давайте еще раз пройдемся, что было доказано. Вот мы рассмотрели задачу 1.2, ввели функционал 3, где 4 это функционал интеграл Dirichlet, 5 это норма. Вот. Вот если λ является вот мы докажем сначала, что решение вариационной задачи удовлетворяет в равнение 1 и условие 2 и потом обратно мы доказываем. Обратно доказываем. так еще раз насчет обратно еще раз напишем. Ну мы пишем пусть h равно u, когда равенство 6 можно получить из из 7 и 9 которое переходит в это тождество в силу 6 и которое гарантирует выполнение вот такого неравенства. таким образом мы в одну сторону доказали и то и другое. В одну сторону и другое. А теперь мы занумеруем первое собственное значение первую собственную функцию индексом 1 для наименьшего собственного значения и соответствующей собственной задаче 1 2. Теперь следующее замечание. если U 1 от XY это наименьшее собственное функция отвечающая собственному значению лямбда 1 то цена U 1 тоже будет собственной функцией при цене равном 0 отличающей собственному значению лямбда. Это нам позволяет предположить что константу C надо как-то исключить. Это исключение делается так что мы можем без потери общности нормировать считать всегда H от U 1 равно 1 и тогда вот этого произвола с C не будет. Вот смотрите так как C на U 1 где C произвольное вещественное число не равна 0 мы снова получаем собственную функцию отвечающую тому же собственному значению лямбда 1. Поэтому без потери общности мы исключим эту константу нормировав собственную функцию к единице H от U1 равно 1. Я напоминаю что такое H это интеграл квадрата функции. Я все время напоминаю чтобы держали это все вот что такое H теперь мы докажем что можно вычислить и следующие собственные значения лямбда 2 которые следуют после лямбда 1 и найти соответствующую вторую собственную функцию задачи 1 2 для выравнения Гермгольд за 1 задача 2 только уже с лямбда 2 и тоже ее можно решить как задачу о минимуме G от U1 равно G от U2 равно лямбда 2 вот такую задачу о минимуме в классе допустимых функций но нужно еще дополнительное условие поставить вот так было бы плохо мы бы не могли решить а тут надо потребовать чтобы было условие ортогональности интеграл H от U A1 0 когда вместо U возьмете U2 будет 0 то есть чтобы они были ортогональными другими и предполагая что решение сформулированной задачей 11 10 11 существует мы можем повторить те же основные рассуждения которые приведены выше для получения формулы 7 я напоминаю что такое формула 7 формула 7 она у нас вот вот эта формула это так а потом мы формулу 7 ставили 6 и получили уравнение D от U H минус λ H U H H H равно 0 ну и в самом деле так это мы уже прошли вот такую задачу ставим себе в классе допустимых функций дайте-ка я посмотрю одну минуточку так вот тут не надо было U 1 писать нужно было просто минимум U так вот тут 1 зачеркните пожалуйста в формуле 11 так Ольга Роман и все остальные вот тут U1 нужно писать просто U минимум G от U достигается на второй собственной функции и этот минимум равен второму собственному значению и эта функция U которая доставляет этот минимум она ортогонально предыдущей собственной функции вот так вот вот тут надо исправить слышите Ольга да понятно вот да да по ходу дела я сразу понял что что-то написал вот это условие значит мы минимизируем при дополнительном этом условии и предполагая что решение задачи 11 12 существует мы можем повторить теперь предыдущие рассуждения приведенные выше и для получения формулы 7 и заключить что верно следующее тождество вот читаю это тождество d от у2 кси кси это допустимая функция минус лямбда 2 h у2 кси равно нулю для произвольной так равен вот такое тождество 13 так для произвольной допустимой функции кси утворяющим условием 12 условия 12 вот они дополнительные условия ортогональности легко видеть что тождество 13 имеет место для любой допустимой функции это от x y которая удовлетворяет условию 12 12 это условия ортогональности в самом деле так которая не удовлетворяет условия 12 не мы ее немножко подправим эту функцию мы ее вот так вот запишем и тогда все будет выполняться сама не удовлетворяет в самом деле из 12 и 10 же 107 при лямда равном лямда 1 и у равном у 1 и h равном у 2 мы получим вот такие условия смотрите h от у 1 у 2 равно 0 это ортогональность t от у 1 у 2 тоже равно 0 так вот эти условия 14 на основании первого равенства 10 а я напоминаю что такое 10 вот вот это первое равенство h от у 1 это равно 1 мы получим на основании первого равенства 10 15 она опять все запропастилась сейчас я самое главное мысль не упустить вот вот это мы получили на основании первого равенства 1 в точке 10 ясно что для любой допустимой функции это вот такая функция x новая 15 удовлетворяет условием 12 то есть условием ортогональности 12 это у нас условия ортогональности более это легко проверить 12 так и поэтому d от у 1 кси 1 лямбда 2 h у 1 кси 1 равно 0 получили 16 а тут было 14 0 0 15 это мы ввели подправленную функцию так я сейчас еще раз прочитаю кси 1 от x y равно это от x y минус h от это у 1 а это у 1 от x и вот она будет повторять условием 12 и поэтому мы получим равенство 16 получим равенство 16 перепишите спокойно это все я готов повторить что-то если вы не поняли это все более-менее понятно так 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 ну понятно мы просто некий итерационный процесс задаем вот с этим мы уже сделали все что надо а теперь ставим задачу минимумы интеграла интеграла 3 только тут нужно у поставить вместо 1 и что он достигается на лямда 2 в классе допустимых функций которые дополнительные условия вот такому 12 предполагая что решение такой задачи существует мы можем повторить на основании рассуждений приведенных выше для получения формулы 7 и заключить что верно вот такое тварифство для произвольной функции кси удовлетворяющего условия 12 причем это тоже 112 это 13 имеет место для любой допустимой функции это которая не удовлетворяет условия кси мы должны ее подправить в самом деле если из 12 и 107 мы получим вот такие вот равенства и на основании первого равенства 10 мы введем новую функцию это 1 кси 1 от xy равна это от xy минус h это u1 u1 15 она будет натворять условия 12 и поэтому мы как раз получаем из условия 12 уравнение 16 а это уже почти все что нам надо понимаете это уже фактически то что нам надо потому что смотрите дальше заменяя теперь выражение кси 1 помощью формулы 15 вот этой формулы мы как раз и получим то что нам надо d от u2 калярное произведение это плюс лямбда 2 h u2 это равно 0 17 так как тождество 17 справедливо для произвольной допустимой функции и так чтобы эта функция удовлетворяла условия применимости нашей формулы Грина которая у нас в формуле 8 мы из этой формулы 7 на основании формулы Грина 8 получим вот такое тождество это более просто можно было написать что из 7 применяя 8 мы можем получить вот это h от u2 плюс лямбда 2 u2 на h равно 0 для любой допустимой функции h ну а отсюда уже почти автоматически следует уравнение дельта 2 дельта u2 плюс лямбда 2 u2 равно 0 ну и все я вам провел уже как бы индуктивный шаг первый шаг получен это второй шаг проведен u2 и лямбда 2 а лямбда 2 у нас что такое оно давало минимум функционала g от u на всех допустимых функциях удоверяющих дополнительному условию 12 мы эту задачу решили сейчас только что решили и получили вот такое уравнение которое эквивалентно уравнению гельмгольца уже для следующей собственной функции u2 и собственное значение лямбда 2 вот это как бы следующий шаг мы провели полностью а лямбда 2 оно как раз доставляет минимум функционала 3 3 вот там как было написано вот где оно было написано вот в 11 оно было написано только вот это надо засеркнуть о 1 ну а теперь дальше индукция господа товарищи аналогично проводится теперь и дальнейшие шаги теперь легко аналогично проверяется что для любого положительного n лямбда n равно минимум функционала 3 на классе допустимых функций которые удовлетворяют n минус одним условием ортогональности смотрите функция у вот эта которая доставляет минимум она будет n по номеру она должна быть ортогонально всем предшествующим ну правильно же разные собственные функции они ортогональны это же так сказать обязательное условие и оно у нас автоматически так сказать тут было мы видите вот так подписали h u2 u1 0 и это точно так же значит что же мы получаем давайте значит мы решаем задачу мы находим минимум вот этого функционала 3 равен 118 в классе допустимой функции которая удовлетворяет n условием ортогональности вот это задача функция которая доставляет минимум вот этого функционала n она ортогонально предшествующим собственным функциям u1 u2 u n минус 1 это естественные условия и тогда лямбда у n от x является собственными значениями и собственными функциями задачи гельмгольца задачи на собственные значения для выравнения гельмгольца 1 и условия 2 и более того выполняются вот такие вот условия d u и вот этот функционал 3 на и собственной функции он достигает минимального значения лямбда и лямбда и это минимальное собственное значение на и шаге и оно отвечает и собственной функции причем h и равна единице но это мы нормируем это понятно да и кроме того n условия ортогональности h u i u k равно 0 и не равно k 20 ну вот и все собственно говоря я уже построил это справедливо для любого n понятно да аналогично проверяется что для любого положительного целого n вот решается задача вторая вариационная задача и она доказывается что она чему равносильно вариационная задача на собственные значения собственной функции 1 2 причем d h и равно лямбда и h и от единиц h и равно единице норма единицы и условия ортогональности для любого n теперь дальше дальше тоже интересно будет торопимся спокойно читаем что тут так как класс допустимых функций вариационной задачи сужается но каждый раз дополнительные условия накладываем то есть сужаем тогда собственные значения у нас растут вот смотрите лямбда 1 больше равно лямбда 2 лямбда 3 больше равно лямбда 2 и так далее лямбда n больше равно лямбда n минус 1 и так далее до бесконечности при некоторых достаточно общих условиях гладкости на контур и на область приведливо следующее утверждение так вот теперь все то что я сейчас сформулировал я теперь выпишу в виде некоторой некоторого утверждения состоящего как бы из шести теорем ну это не теорема а такие утверждения которые очевидно вытекают из этого итерационного процесса который я вам сейчас построил во первых ну собственные значения собственной функции задачи 1-2 или первая или вариационная задача второй вариационной задачи они являются упорядоченными по возрастанию то есть лямбда 1 меньше равно лямбда 2 меньше равно лямбда 3 и так далее меньше равно лямбда n меньше равно лямбда n плюс 1 и так далее так справедливость следующего утверждения первое вот это все очень подробно записываете потому что учебники официант об этом как-то не так четко сказано как в его монографии в Сингапуре для любого натурального n вариационная задача 18-19 а вот вот задача 18-19 задача о минимуме функционала 3 в классе допустимой функции удовлетворяющих еще чего вот этим n-1 условия ортогональности n-1 условия это задача 18-19 она сужается поэтому собственные значения растут вот имеет решение вот это имеет решение то есть в классе допустимой функции функционал 3 достигает своего минимума и этот минимум он достигается на n-ом собственном значении лямбда n-ное равно g-n g от n-ное функционал 3 он достигает минимального значения лямбда n-ное и функция у n-ное она является решением конечно уравнением Гельмгольца 1 и удовлетворяет условия ортогональности 20 вот эти условия 20 смотрите не только ортогонки d от ui t равно лямбда и t h от ui t равно единице h от ui t uk t равно 0 3 i не равно k и принимает i и k принимает значение от единицы до n итак первое первое утверждение оно нами конечно доказано мы проверили его по шагам мы очень подробно это сделали для лямбда 1 потом проверили для лямбда 2 а дальше сказали что точно так же хотя можно было бы проверять индуктивно доказать для какого-то k и предположить ну в общем проведить базис индукции у нас есть и нужно провести индуктивное предположение когда n заменяется на n плюс 1 но это обычно никто никогда не делает вот ну просто говорит говорится что вот точно так же это все делается и тем самым мы обосновываем пункт 1 наше утверждение что для любого натурального n вариационная задача 18-19 имеет решение в классе допустимой функции наш функционал 3 имеет решение его минимальное значение достигается на n собственной функции и функция удовлетворяет условие 20 тут еще не написано а ну тут написано дальше второе утверждение значение лямбда n и функция o n является соответственно собственными значениями собственными функциями задачи 1 2 задача 1 это выравнение гермогольца дельта у n плюс лямбда у n n у n равно 0 власти g и u на границе у n равно 0 так значит второе утверждение что лямбда n и функция у n является решением задачи 1 2 на собственное значение собственных функций третье утверждение лямбда предел лямбда n равен плюс бесконечности ну на самом деле мы вот это утверждение строго не доказывали но это можно доказать все таки потому что последовательность собственных значений она неубывающая и если предположить что она ограничена сверху то можно прийти к противоречию можете сами дома потренироваться как это доказывается ну где это можно посмотреть доказательства можно посмотреть в учебнике колбогорова фамина например следующее утверждение утверждение 4 утверждение 4 вот построенная нами система функций она счетная у первых система у n у 1 от x y запятая у 2 от x y запятая и так далее у n от x y и так далее вот система 21 это система собственных функций уравнения 1 да она является полной в каком смысле она является полной система построенных счетная система вот этих собственных функций она является полной но смысл полноты тут разъясняется на самом деле то как тут написано это если сравнивать с учебником или она возникает это называется замкнутость на самом деле но вы знаете что в полных пространствах а всякие гильбертовы пространства или два пространства полнота и замкнутость эквивалентна вы я надеюсь слышали такие утверждения когда слушали Ирина или кто там после него Ломова кто читает курс анализа они в рядах фури это доказывает что если система полна то она и замкнута и наоборот если она замкнута то полна но это верно только в полных пространствах а какие полные пространства L2 например L2 от G это полное гильбертово пространство со скалярным произведением скалярное произведение интеграл от произведения двух функций U от Y U от X на U N от X на U M от Y так ну и что вот она является полной в каком смысле а вот смысл разъясняется что для произвольной функции двух переменных F от X Y непрерывной по совокупности переменных 0 0 это непрерывное замыкание области G плюс C то есть это область G с чертой то есть примыкает граница то есть кривая S вот если функция непрерывная в области G замкнута в области G то для любого Epsilon большего нуля линейная форма это сумма пока от единицы до N цикаты на укаты от X Y с вещественными коэффициентами цикатами она удовлетворяет вот такому условию H F минус L N меньше Epsilon а что это за условия это же по существу означает что интеграл от чего от F минус F от X минус L N от X эта разность возводится в квадрат интегрируется в квадрат X и она возводится в квадрат и это меньше Epsilon ну понятно что это такое это значит аппроксимация идет функции F вот такими конечными линейными комбинациями ну то есть это на самом деле свойство замкнутости как вы помните из учебника Елена Позняка или Елена Садовничева это свойство замкнутости да ну не важно для полных пространств это одно и то же и более того когда N фиксировано вот тут N фиксировано то минимальное значение вот этой линейной формы вот этой линейной формы достигается тогда когда коэффициенты цикаты не произвольные коэффициенты а коэффициенты Фурие именно минимальное значение вот этой формы оно будет когда когда цикаты точно являются коэффициентами Фурие функции F от X то есть цикаты это есть что такое интеграл я тут не написал но надо было написать цикаты равно интеграл по области g от чего f от x на укаты от x и f от xy потому что функция двух переменных f от xy на укаты от xy dx dy вот это коэффициент фурье и коэффициент фурье вот так он вычисляется по формуле 23 но это специально Андрей Васильевич так выписал значит итак система функций у нас счетная она у нас является решением уравнения 1 2 потом лямбда n стремятся к плюс бесконечности система функций вот эта 21 является полной в этом смысле который тут написал причем вот эти вот эта форма 22 она принимает минимальное значение среди множества всех таких форм когда цикаты произвольные вещественно числе она достигает минимума тогда когда цикаты просто коэффициент фурье но я думаю вы помните эти утверждения еще из ряда фурье когда вам читали на втором курсе вот минимум будет когда цикаты равно аквации то есть равно коэффициент фурье функция f от xy укаты от xy dx dy dy принимая донин так далее и так ну кроме того для коэффициентов фурье вот этой функции справедливо равенство парсиволи ну давайте его прочитаю она тут написано немножко не так как обычно пишут но я конечно это хорошо знаю вам могу и по-другому это все рассказать сумма квадратов коэффициентов фурье непрерывные функции в области g так она равна интегралу от квадрата этой функции такой функции интеграл по области же от f квадрат по x y до x до y а вот это равенство она называется равенство парсиволи вообще-то вначале обычно доказывается неравенство без себя как вы помните да а в чем состоит неравенство бессили она более простое там неравенство без себя там что ряд коэффициентов фурье сумма квадратов коэффициентов фурье она всегда сходится потому что она всегда привод меньше равна интеграла по области же от f квадрат от x y до x до y но это неравенство без себя она переходит в равенство парсиволи когда система у нас полна это тоже вы должны знать такой факт из теории рядов фурье короче говоря я советую вам перечитать дома я советую вам перечитать дома учебник или на казняка 2 том да там есть такая глава которая очень хорошая кстати очень прекрасно написано гильбертовы пространство и вот там это все очень подробно подробно расписано учебники или на садовничего тоже это сделано но там немножко по-другому там гильбертовых пространств нет нет интеграла лебега а вот почему-то на физфаке это есть но я могу это объяснить чем потому что и на мехмате и на вам к читается отдельно курс функционального анализа правильно вот у вас евгений москвич моисеев читал курс да орган кто функан вам читал а моисеев а второй лектор наверное капустин или кто-то 2 3 потока до капустин да ну вот это все они конечно на лекциях рассказывали но это как бы вот нет некоторая выжимка из тех лекций которые вы знаете из материала второго курса во первых что сумма квадратов коэффициентов улья функции из льду а она всегда сходится больше того сумма квадратов коэффициентов улья не превосходит интеграла от квадрата этой функции не надо никакой полноты ничего просто полная ортономированные системы и тогда сходится а вот если само пространство полное тогда неравенство бесселя превращается в равенство парсивали тогда сумма квадратов коэффициентов улья квадрата в квадрате равна интегралу в области же от квадрата функции f квадрат по xy под x dy ну вот эти вещи я вам напомнил это одно из центральных мест функционального анализа и рядов улья и гельбертово пространство где это все как бы пересекается именно на вот этой теории именно на этой теории идет такое пересечение и дальше вот если функция f от xy принадлежит классу допустимых функций для функционала g от f то она может быть представлена форме абсолютно и равномерно сходящегося ряда фурии так ну вот это мы не будем доказывать просто я попросил прочитать это все по по учебнику или на задумывание чего ну вот такая вот сегодня лекция я вам обосновал обосновать то я обосновал обосновал вариационный метод поиска собственных значений собственной функции пришли вторую вариационную задачу вторая вариационная задача я напоминаю она состояла в минимизации вот этого функционала для от у поделить на ашатку и дату интеграл и рихли а шату это квадрат нормы вот x и игрок и мы доказали что классе допустимых функций задача 2 вариационная задача она эквивалентно вторая вариационная задача это поиск минимума вот этого функционала классе допустимых функций доказательства того что прям до минимальное собственное значение она дает значение вот этой интеграла ценала 3 на первой собственной функции достигается так мы с вами на одной из предыдущих лекций конечно же доказывали что лямбда у нас положительное да дорогие друзья помните что я доказывал что лямбда положительно то отдельно доказал а тут она и саму собой как был выскочил потому что на каждом шаге посмотрите на кого мы будем решать проблему минимума вот это второй вариационной задачи и если минимум достигается минимум чего вот такого функционала д от у поделит наш от у но они то не отрицательны вот эти вот вот эти вот интеграл от у квадрата тут интеграл от квадрата градиента так поэтому ясно и кроме того они не тривиальные эти решения они не нулевые поэтому вот этот интеграл строго больше нуля вот не это тоже строго короче говоря отсюда тоже вытекает неотрицательность собственных значений собственных значений текает более того доказывается что они упорядочены по порядку по порядку возрастания модуля вот я ничего не говорил о кратностях но вот смотрите вот было сказано так как класс допустимых функций вариационной задачи 18 сужается то для n равно к справедливого такие неравенства собственные значения неограниченно возрастают но и строгое доказательство это проводится в теории теории пиктральной теории но кстати учебники или на это все доказывается кстати поэтому я собственно доказывал очень тщательно только два тут раздела не таких уж и сложных но тем не менее вот один было доказано что для любого натурального n вариационная задача 18-19 имеет решение в классе допустимых функций и же от ул имеет решение решение она достигает минимум на n собственной функции и равно минимальному n собственного значения но еще эта функция у n удовлетворяет условием 20 дополнительным условием 20 но это понятное условие потому что вы же их уже настроили много первое второе так далее n минус первое они же скалерном произведение с у n конечно должны дать 0 правильно из этого никуда не денешься то что лямда n и у n от x является решением второй задачи на собственные значения для уравнения генгольца 1 скрываем условиям 2 это тоже и доказал дальше так полноту где полноту взять вот помните я вам читал теорему гильберта шмидта там кстати была теорема тоже существование полной артономированной собственной системы собственных функций для уравнения для уравнения фридгольма второго рода симметрическим ядром который при этом некотором условии ограниченности а ну вот а вот там мы тоже могли брать вот это обоснование того то что у n у нас у n это собственные функции с номером n а лямда n собственное значение с номером n вот и кстати вот это полнота тоже оттуда кстати можно взять вот это равенство тоже там как я вам сформулировал раньше теорему гильберта шмидта я получаю не только это неравенство но даже в супремом метрике я же там ввел специальные условия чтобы вполне непрерывный оператор был усиленно вполне непрерывным то есть он слабо сходящуюся последовательность переводил в сильно сходящуюся последовательность и в чем же там смысл был что интегральное ядро кодекс игрок оно по одной переменной является равномерно ограничено относительно другой там это условие сформулировал и поэтому это усиленно вполне непрерывный оператор то есть он слабо сходящуюся переходит в равномерно сходящуюся не сходящуюся в метрике льдва даже в равномерно поэтому вот это можно заменить на супремом норме если пользоваться чем теоремой гильберта шмидта если вам вот эти собственные функции собственные значения они удовлетворяют всем условиям теоремы гильберта шмидта вот я вам напоминаю потому что все-таки кое-что я вам уже успел рассказать хотя это вроде и не предусмотрено чтобы я вам это все рассказывал но тем не менее вот у вас уже фактически все есть если вы посмотрите в книжку соплива и посмотрите на теорему гильберта шмидта тогда вот это аж можно заменить на супремом норму и тогда вот эти такие линейные формы они будут равномерно сходиться к разлагаемой функции вот на коэффициенты фурии будут все равно также считаться ну равенство парсивалия все остальное так и было так она и останется ну вот такие вот дела теперь дальше что следующая наша лекция она будет посвящена прямым вариационным методом а что такое прямой вариационный метод метод специальный метод построения минимизирующих последовательности в вариационном исчислении называется вариационным методом и прямым методом можно построить приближенно собственные значения и собственные функции с любой степенью точностью для этого существует два основных метода метод рицца рицца это немецкий ученый очень хороший живший в начале двадцатого века он довольно рано умер рицца и метод бубнова галеркина но это выдающиеся наши корабли бубнов был галеркин был выдающимся кораблестроителем он занимался построить военных судов для военно-морского флота россии был крайне очень грамотным математик вот он придумал другой варит метод построения минимизирующих последовательности для чего для вариационного исчисления вот о чем я говорю я вас просто готовлю к следующей лекции следующая лекция вот мне нужно найти вот этот лямбда равно минимум g от у и вот вот это лямбда n который предел у n равен лямбда n ну короче говоря вот в этом месте находится узловая точка будущих лекций мы строя минимизирующие последовательности можем находить приближенного у n и лямбда n понимаете и это нам позволяет строить сами решения задачи 1 3 и собственные функции отдельно от всех дифференциальных уравнений от всего просто с помощью минимизирующих методов и поэтому эти методы называются прямые методы прямо прямо это значит не криво так это значит мы построим некоторую процедуру построение функции у n на которых реализуется вот это лямбда и у нас будет следующая лекция посвящена именно методу ритца но он был просто исторически первым и методу бубного галеркина это наши выдающиеся русские ученые тоже начало века ну и они дальше там жили хорошие очень ученые причем они применяли это для прикладных задач и вот как бы с их помощью открылся новый раздел теории называется прямые методы вариационного исчисления то есть прямые методы построения минимума вариационного функционала вот на этом пути мы два метода изучим следующий раз метод ритца и метод бубного галеркина эти методы до сих пор живы они до сих пор применяются для доказательства для вычисления приближенных значений собственных функций и собственных значений так что мы с вами находимся в такой узловой точке лекций когда мы можем перейти к приложениям каким-то ну вот сейчас это все было так ну как хорошо хорошо вариационная задача эквивалентно уравнению 1 то а для чего это нам нужно ну есть такое дело она видите как связано она связана с вариационными с прямыми вариационными методами построения собственных значений собственных функций то есть с важными прикладными задачами ну все дорогие друзья на этом закончу я думаю что лекция была достаточно интересная я вам страницы продиктовал да ольга вы записали страницы на продиктовали вот эта задача на собственные значения вот эта вариационная она на странице 269 и 72 тут рассказывается о построении минимизирующей последовательности а дальше дается приложение метода ритца и метода бубного галеркина в этом прочитаю следующий раз но вы как студенты где-то вычислительной математики и кибернетики так он у нас называется название не изменилось ольга роман встретили математики потому что кто-то начал говорить будет вычислительной математики информатики но я не поверил этим людям вычислительной математики и кибернетики вот это место вы должны прочувствовать и посмотреть как его применять потому что это такое узловое место которое соединяет такую замечательную теорию вариационную теорию с прикладными задачами напрямую нельзя же эти методы назоваться прямые методы просто вот минимум вот этого функционала строится некоторые специальной процедурой отлично от всего того что я вам сейчас расскажу два метода будет рассказано метод ритца и метод бубного галеркина ну сюда